Вашему вниманию тема Марты «Жизнь на новой земле. Принцип божественной целесообразности, ангельской защиты». Отец-Абсолют читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети. А сейчас мы с вами поговорим о втором принципе, лежащем в основе деятельности небесного воинства Архангела Михаила. Принципе божественной целесообразности. Именно он является главной отправной точкой во взаимодействии всех светлых сил с душами, воплощенными в физических телах, в мирах третьей плотности. И Земля не является тому исключением. Как вы уже знаете, закон свободной воли соблюдается неукоснительно всеми существами, обитающими в высших мирах. Поэтому любое вмешательство в энергетическое пространство человека, а уж тем более в его судьбу, является для представителей сил света вопросом очень деликатным и тонким. Прежде чем такое вмешательство произойдет, ими просчитываются все возможные варианты развития событий. И только в том случае, если человеку грозит реальная опасность, и он сам или его ангел-хранитель попросит о помощи, она приходит именно в том виде, который отвечает той самой божественной целесообразности. Чтобы вы лучше поняли механизм взаимодействия человека и воинов света Архангела Михаила, давайте рассмотрим это на конкретном примере. Порой человек, вышедший на служение, а значит представляющий прямую угрозу для темных сил, подвергается сильнейшим атакам с их стороны. Как правило, сначала такой человек пытается защитить себя сам, очищая свое энергетическое пространство, гармонизируя чакровую систему, пытаясь удерживать в себе положительный психологический настрой. Но, если атаки не прекращаются, и он чувствует, что не в его состоянии справиться с ними сам, он призывает на помощь Архангела Михаила. И что происходит дальше? В зависимости от того, какой вид негативной энергии лежит в основе этой атаки, к этому человеку притягивается тот или иной военно-начальник Небесной Гвардии Архангела Михаила, чтобы оценить обстановку. И это очень важный момент, поскольку атаки темных сил могут нести в себе самые разные энергии. Обиды, зависти, ревности, злости, агрессии, ненависти. Например, энергия сильной обиды бывает сродни агрессии и ненависти и может стать смертельной для того, на кого она направлена. Именно поэтому воины света начинают свою работу с того, чтобы определить источник зла, вид негативной энергии, которую им предстоит нейтрализовать и выявить тех сущностей, которые ее генерируют. Но всегда нужно помнить о том, что сам человек, как божественное существо, не способен причинить кому-либо вреда. Все энергетические атаки осуществляются астральными сущностями разных видов и уровней, которых этот человек привлек в свое энергетическое пространство негативными мыслями и эмоциями. И борьба сил света происходит именно с астральными сущностями, а не с человеком, хотя вина, а скорее ответственность за инициацию этой атаки лежит именно на нем. Итак, определив какое из подразделений небесной гвардии должно быть в данном случае задействовано, воины света принимаются за работу и на тонком плане происходит настоящая астральная битва. Исход которой во многом зависит от того, в каком состоянии находится попросивший о помощи человек. Если он сам неодержим ни одним из видов негативной энергии, то, как правило, исход битвы бывает предрешен в пользу сил света. Если же он сам генерирует энергии низких вибраций, подпитывая тем самым силы тьмы, то его защита на тонком плане значительно ослабевает. Теперь вы понимаете, родные мои, почему я так часто повторяю вам о том, что нельзя отвечать агрессией на агрессию, обидой на обиду. Тем самым вы отдаете свою силу тьме, лишая себя полноценной защиты сил света. Всегда помните о том и принимайте любой удар судьбы, как очередное испытание, которое вы пройдете быстро и безболезненно. Лишь в том случае, если не напитаете его своими негативными энергиями. А значит, позволите воинам света Архангела Михаила оказать вам максимальную возможность с тонкого плана Земли. Благословляю вас и люблю безмерно. Отец-Абсолют говорил с вами, приняла Марта. Вы прослушали тему «Принцип божественной целесообразности ангельской защиты». Принцип божественной целесообразности ангельской защиты.